Поселок Кацевели, расположенный в двух с половиной километрах к юго-западу от Семииза, сразу за Голубым заливом, по праву является одним из самых найживописнейших уголков южного берега Крыма. Самая главная достопримечательность Кацевели – это прозрачная, как слеза, морская вода. Эту уникальную особенность местного моря запечатлел в своих картинах выдающийся художник конца 19-го – начала 20-го века Архип Куинджи, у которого было имение в Кацевели. Его пейзажи с узнаваемыми прибрежными кацевелийскими камнями так и называются – Крым – чистая вода. Более того, прозрачные воды Кацевели полны разнообразных морских обитателей, как мелких, так и чуть покрупнее. Непуганные дикие птицы чувствуют себя тут вполне вольготно. Чайки, вороны, бакланы, воробьи и прочая пернатая живность ведут себя как полноправные хозяева. Такое положение отчасти объясняется удаленностью поселка от магистральных маршрутов и крупных населенных пунктов. А вот встретить в этих краях самоуверенную собаку – скорее исключение, чем правило, поскольку Кацевели – это водчина семейства кошачьих. Не случайно именно здесь расположена гора Кошка, и как раз из Кацевели открывается шикарный вид на эту гору, как с моря, так и с набережной. А когда смотришь на гору Кошка непосредственно из поселка, становится ясно и понятно, что Кошка, в отличие от Медведь горы, пришла сюда не на водопой, но составить компанию с Каледива. Среди остальных достопримечательностей Кацевели обязательно следует упомянуть величественные восходы солнца, не уступающие по красоте рассветом где-нибудь в Доминикане или на Мальдивах, а также несколько километров оборудованной бетонной набережной. Сегодня она весьма малолюдна. Рукотворные кипарисовые аллеи наполнены стрекотанием цикад. И, конечно же, это целебный аромат хвои под сенью реликтовой сосновой рощи, примыкающей вплотную к морю. Все эти уникальные условия годами привлекали в Кацевели не только любителей спокойного морского отдыха, но также представителей творческой научной интеллигенции. В Кацевели были открыты подразделения нескольких научных институтов и Дом творчества ученых Академии наук Украины. А в 2001 году именно здесь открыли первый в Крыму аквапарк. И только одно обстоятельство подмачивает репутацию Кацевели на протяжении вот уже более 40 лет. Недостроенный пансионат Академии наук СССР. Его строительство началось в далеком 1972 году. Проект был достаточно масштабный и включал в себя не только обустройство береговой линии и многоэтажные корпуса с видом на море, но также и пробитые в скалах туннели для комфортного спуска к морю на лифтах. Денег на такой масштабный проект не хватало, строительство велось с переменным успехом, а с распадом СССР остановилось вовсе. С тех пор самый знаменитый долгострой-недострой Крыма отпугивает от Кацевели не только любителей комфортного отдыха, но и местных обитателей. С собаками все понятно. Они и без того чувствуют себя тут не в своей тарелке. С воронами тоже все ясно. Они всегда были пугливые. А вот испугать нырков бакланов это уже сложнее. Не говоря уже о местных чайках, которые не просто боятся, но более того... И уж совсем сложно испугать хозяек местного побережья кошек. Тем не менее... И вдруг... В июле 2019-го пансионат был достроен в течение трех дней. Не верите, как такое могло случиться? Лучше всего об этом расскажет небольшая песенная записовка. Наш путь к вершине из семидесятых То год овралов, то наоборот И вот к нам в Кацевели едут депутаты Чтобы увидеть, как живет народ Весь Крым в ключе от такого поворота Поднялся на великие дела И солнце поменяло план работы И паучок забил в колокола Пансионат достроен без дотаций Закрыто от бомжей туннелей сеть Нырок в честь мер таких отсыпал шквал оваций И птицы все слетелись поглазеть Проверен блеск в глазах у каждой киски И пышность перьев буйного нырка И зубы у медуз не избежали чистки Ведь депутат задаст вопрос наверняка На пляже день и ночь дресс-код законный И чайка гордо реет над волной И вся листва покрашена в зеленый А небо в безмятежно-голубой Стоп, 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 скажет в этом месте Внимательный зритель Это уже явно перебор Но если баянам про покрашенную траву Никого сегодня уже не удивишь То с покраской неба Это просто ни в какие ворота А вы что, разве не знаете этого стишка Про покраску неба? Правда не знаете? И вы не знаете? Да ладно Мы лидер в производстве хлеба Нам покорился Енисей А также по покраске неба Мы впереди планеты всей Итак Как говорил наш комп взвода По разделениям дела Раз 23 июля 2019 6.30 утра А это 7 утра 26 июля 2019 Каково? Ловкость рук И никакого мошенничества А для особо интересующихся Показываем промежуточный этап 25 июля 2019 Делай два И наконец Делай три Вуаля Обратите пожалуйста Особое внимание на небо и тучки Они тоже покрашены В безмятежно голубой Все как в нашей песне Вот вам смешно А вышло не до смеха Элита на причале собралась Вот только депутат гад Так и не приехал А жизнь уже почти что задалась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok